Княгина, готовим обед. Макароны со сладким болгарским перцем. Итак, зеленушка еще с балкончика. Базилик, петрушка, укропчик. Вчерашний лучок остался. Я салатик делала из капусты. Так, перчик болгарский. Вкусное растительное масло, нерафинированное. Нерафинированное, друзья, нерафинированное. Наливаем в сковородочку. Наливаем в сковородочку. У меня уже на плите стоит. Сковородочку налила. Вы можете любое брать масло. Это не принципиально. Налюбителя. Так, друзья, пока у нас разогревается сковородочка, мы порежем лучок. Произвольно, друзья? Итак, друзья, сдается мне, что у меня нагрелось. Прошу прощения, у меня старый штатив, кто знает, да? По-моему, нагрелась сковорода. Сейчас мы проверяем вот так. Отлично. Забрасываем лучок, порезанный произвольно. Это неполная маленькая головочка. Налюбителя, друзья, налюбителя. Никаких навязываний, заморочек. Никаких. Размешиваем. Добавляем немножко сахара. Чуть-чуть, буквально на кончике чайной ложки. Прямо сюда. Теперь размешиваем. И тут на сильном огле поджаривается. Так, как вам нравится, до карамельки, немножко припустить или сильно зажарить. Это как хотите. Теперь я чищу и режу перчик. Произвольно, друзья. Напоминаю еще раз, что вот в верхней части перца самое огромное богатство минеральных веществ и витаминов. Это не я говорю, это говорит наука. Смотрите, как я делаю. Я никогда не выбрасываю эту штучку. Я или обрезаю, или просто тупо съедаю. Что вы хотите? Я сибиря в голодный. Я, моя сковородка, перегрелась. Я немножко убирала ее. Поэтому я режу вот так вот. Я люблю почему-то. Я не знаю, почему, но почему-то я так люблю резать перец. Кто-то кубиком режет, кто-то квадратиком, кто-то звездочкой, кто-то гипербалоидом, кто-то, блин, синусом и катетом, кто-то вообще картины Репина приплыли. А я режу так. Так, забрасываем наш перчик к луку. Ну, простите, стоит, у меня что-то теперь поделать. И теперь мало масла, но я уже не буду добавлять. Это пережирню. Так, и теперь нам нужно, чтобы немножко, чуть-чуть, он или поджарился, или припустился. Я немножко прикрою все-таки, потому что масла мало. И чтобы он не был совсем сырым, ему немножечко надо прогреться. Это важно. Нарезаю зелень. Друзья, внимание, пожалуйста. Кто меня постоянно смотрит, мои подписчики, там, я не знаю, может быть, гости. Друзья, я продаю все свои книги. Все, которые у меня есть у меня, я сохраняю. А что я сохраняю? Я ничего не сохраняю. Вот. У меня очень много литературы для художников. От мала до велика. Очень много альбомов, репродукций художников. Энциклопедий, ну, исторических, художественных. Вот. Очень много стихов разных, кто смотрел мои старые видео. Очень много книги Дины Рубиной. Стихи у меня «Серебряный век». Вот. Так что, друзья, детских книг вообще море. Детские книги я отдам даже бесплатно, потому что это еще Женины. Там вот такенная стопища здоровенная, с полметра. Вот. И кому надо, пишите мне, обращайтесь. Вот. Ну, конечно, большие, толстые книги, кулинарные книги. Книга «Кулинария» 60-го года. Кому надо, друзья, обращайтесь. Я. У меня очень много кулинарных разных книг. Есть такие книги с репродукциями, со старыми, со старинными меню, с блюдами. Кому надо, обращайтесь, друзья. Я вам их покажу на видео. Вот прям пишите сейчас в комментарии, что вам нужно. Кулинарные, стихи, художественные. Вот. Все, что вам нужно, я отправлю. Только, конечно, это посылка, если вы хотите. Я за вас счет. Вот. Если это далеко, это будет дорого, сразу говорю. А если рядышком, кто-то может даже приехать, забрать или отослать. Вот. Поэтому, друзья, обращайтесь. Мне очень нужна ваша помощь. Мне. Я не прошу никому денег, я просто хочу это все продать. Мне нужны деньги. В ближайшие пару месяцев мне очень, мне позарис нужны деньги. Вы потом все узнаете. Так. Итак, друзья, спасибо за то, что меня слушали. Передайте кому-то, может быть, кому-то надо. Кто-то занимается. Вот. Кто-то любит кулинарию. Подарок. Подарочных книг у меня очень много. Большие, огромные альбомы. Это просто необыкновенные, потрясающие. Так. Смотрите, как красиво поджарился, пока я была больна. Можно добавить сейчас сливочного масла, у меня, к сожалению, нет. Вот. А я сейчас вот так вот сделаю, и у меня на два дня хватит. Вот. Так. А это уже останется с молочком поесть. Так. Вот что, я размешиваю и накрываю крышкой. Ой, прошу простить меня, друзья, я сразу зеленушку забрасываю. Вот. Чтобы она уже немножко прогрелась и как бы не отторгала сама себя от общей композиции. Не выкрикинула это или не пищала под нос себе. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Итак, друзья, наши макароны-рожки с болгарским сладким перцем и зеленью готовы. Итак, последний штрешочек. Перчик чёрный. Так. Перчик красный. То есть острый чили. Так, всё. Наш обед готов. Это у меня чёрный обычный чай. Закрываю, потому что я не люблю... Я люблю крепкий, сладкий у меня с сахаром. Я люблю крепкий чай. Чай должен быть чаем, а извините меня, не пылом. Вот. Поэтому всем хорошего, доброго дня. Благодати, радости, друзья, счастья. Друзья, любите жизнь. Она обязательно ответит вам взаимностью. До встречи. Чао-ка-као. Ставьте лайки, друзья. Пишите, друзья, если что, по поводу объявления. Всего вам самого доброго. До встречи. Чао-ка-као. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...